Александр Горчаков был представителем старинного, хотя и не очень богатого княжеского рода. Это во многом определило его дальнейшую жизнь. Получив домашнее образование, попал в легендарный первый выпуск Цирскосельского лицея. Учился вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным, но в отличие от него был круглым отличником. Питомец мод, большого света друг, обычаев блестящих наблюдатель, писал поэт об однокашнике Горчакове. Действительно, Александр Михайлович был очень образованным человеком, обладал проницательным и дальновидным умом. Александр Герцен характеризовал его как мастера филигранной риторики и блестящего оратора. Горчаков отличался изысканностью манер, был эффектен в обхождении и в совершенстве владел всеми тайнами дипломатического искусства. В возрасте 19 лет будущий канцлер начал дипломатическую карьеру в чине титулярного советника. Александр Михайлович покорял систему дипломатической службы Российской империи с рядовых должностей. В 1820-1822 году состоял при министре иностранных дел Ниссельроды на конгрессах Священного Союза в Тропау, Любляне и Вероне. В 1822 получил назначение секретарем посольства в Лондоне, где прослужил до 1827-го. Потом был в той же должности при миссии в Риме. Александр Михайлович обладал своенравным характером. Однажды во время визита шеф жандарма в граф Александр Бенкендорф потребовал у Горчакова подать ему обед. Тот отказался, заявив, что по таким вопросам принято обращаться к слугам. Характер поначалу доставлял дипломату много проблем. Он не заискивал перед министром иностранных дел Ниссельрода и другими высокопоставленными чиновниками, из-за чего по служебной лестнице продвигался не так быстро. Мешала его строптивость и в личной жизни. В 1838 году Горчаков сделал предложение племяннице своего начальника Дмитрия Татищева Марии. Однако чиновника настроил против потенциального зятя австрийский министр иностранных дел Меттерних, не любивший молодого дипломата за его неуступчивость и подчеркнутую русскость. Поэтому, чтобы жениться, Горчаков демонстративно подал прошение об отставке. После свадьбы Александр Михайлович решил вернуться к работе, но это оказалось непросто. Только в 1841 году ему удалось возобновить дипломатическую деятельность в качестве посланника в Штутгарте, а в 1850 году он занял пост представителя Российской империи при Германском Союзе. По мнению современных историков, именно из-за характера Горчаков более чем на десятилетия оказался заперт на сравнительно незначительных должностях посланника в немецких княжествах. Однако именно его упрямство и строптивость в будущем помогут ему заслужить место среди лучших российских дипломатов. Летом 1854 года Горчакова перевели в Вену и назначили посланником Российской империи при Австрийском дворе. Шанс получить высокий государственный пост дипломату выпал в связи с переходом к власти Александра Второго, который поспешил избавиться от отцовских правительственных кадров. Министр иностранных дел Ниссерроды был отправлен в отставку, а на его должность назначили Горчакова, успевшего проявить себя в секретных переговорах во время Крымской войны. Ее итоги были закреплены в 1856 году в Парижском трактате. Они оказались крайне неблагоприятными для Санкт-Петербурга. Российская империя лишилась права держать на Черном море военный флот, утратила часть территории в Бессарабии и на время была вынуждена отказаться от притязаний на влияние на Балканах. Горчакову предстояло любой ценой изменить условия политической комбинации, сложившиеся по итогам Крымской войны. К этому периоду его деятельности относятся знаменитые слова «Россия не сердится, Россия сосредотачивается», а также высказывания о том, что российская дипломатия планирует вернуть контроль над Черным морем и Бессарабией без денег, не пролив ни капли русской крови. Александр Горчаков сильнее кого бы то ни было чувствовал всю горечь поражения в Крымской войне. Он лично вынес на себе главнейшие стадии борьбы с враждебными политиками Западной Европы, находясь в самом центре неприязненных комбинаций – Вене. Тем временем, после австро-прусско-итальянской войны, приведшей к усилению Пруссии, отношения последней с Францией резко ухудшились. Для Парижа Единая Германия представляла опасность, и новая конфронтация между двумя странами была неизбежна. В этом противостоянии Россия сделала ставку на Пруссию. Конфронтация Берлина и Парижа вылилась во франко-прусскую войну, результаты которой навсегда изменили геополитический ландшафт Европы. Франция превратилась в республику и потеряла две провинции, а Северо-Германский Союз и Южно-Германские государства объединились в Германскую империю, территория которой была увеличена присоединением Эльзаса и Лоттерингии. Австрия, не терявшая надежды отомстить Пруссии за поражение в войне 1866 года, окончательно отказалась от мысли вернуть себе прежнюю гегемонию в Германии. Санкт-Петербург, чья внешняя политика направлялась Александром Корчаковым, выступал на стороне Пруссии. Российская дипломатия не только удержала Австрию от вмешательства в войну на стороне Франции, но и старательно охраняла свободу военных и политических действий Пруссии в течение всего периода боевых действий, вплоть до заключительных мирных переговоров и подписания Франкурского трактата. После этого Александр II и Горчаков решили, что только что появившаяся Германия и разбитой Франции нет больше никакого дела до демилитаризации Черного моря, а Англия сама не решится на активные действия. Александр Горчаков использовал новую расстановку сил для уничтожения второй статьи Парижского трактата о нейтрализации Черного моря. Об этом европейские страны известила Депеша от 19 октября 1870 года. Англия и Австрия протестовали, но Бисмарк предложил уладить дело на конференции, которая и собралась в Лондоне в начале 1871 года. Позиция главы немецкого кабинета в очередной раз доказывала дальновидность Горчакова. Поддержать железного канцлера в деле объединения Германии было его личной идеей, которая после воплощения в реальность дала России весомого дипломатического союзника. Горчаков сдержал обещание. Россия отменила действия решений Парижского конгресса действительно бескровно и без затрат. Дипломат сумел вбить Хлин в единую антирусскую коалицию европейских держав и в 1870 году добился подписания конвенции, позволившей России иметь на Черном море военный флот и строить военно-морские базы. Это была вершина карьеры министра Александра Горчакова. Таким образом, все великие державы согласились подвергнуть пересмотру вторую статью Парижского договора и вновь предоставить России право держать военный флот в Черном море, что и было утверждено Лондонской конвенцией в 1871 году. Федор Тютчев так отметил это событие в стихах. Да, вы сдержали ваше слово. Не двинув пушки, ни рубля, в свои права вступает снова родная русская земля. И нам завещанное море опять свободную волной, а кратком позабыв позори, лобзает берег свой родной. Дипломату за его достижение был пожалован титул светлости, а также высочайший гражданский чин империи – канцлера. В 1872 году Горчаков закрепил успех в российско-германских отношениях, став одним из инициаторов Союза Санкт-Петербурга, Берлина и Вены. В марте 1882 года он официально ушел с поста министра, а 9 апреля того же года скончался в Баден-Бадене. После его смерти чин-канцлера больше никому не присваивали. 2 февраля 2010 года распоряжением президента России создан фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Его миссия заключается в формировании благоприятного для России общественного, политического и делового климата за рубежом. Учредитель фонда – Министерство иностранных дел Российской Федерации. Министерство иностранных дел Российской Федерации Мин era продавцового климата на Çağ происшествия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok